Привет, красотка! И сегодня супер необычное видео, потому что, как минимум, оно из ванной комнаты. Да, абсолютно все видео мы с вами проведем здесь. Но, во-вторых, потому что оно целиком и полностью о приятном. Я очень часто говорю в своем блоге, на своем канале о любви к себе, о принятии себя. И уверена, что в основе любви к себе лежат действия. Действия, которыми мы себе и своему телу говорим «я тебя люблю». Поэтому у меня к вам созрел вопрос. Как давно вы выделяли конкретное время только для себя? Чтобы не отвлекаться на гаджеты, чтобы не думать о посторонних делах, чтобы со всем вниманием и осознанностью, как бы нас ни тошнило уже от этого слова в 21 веке, наносить любимое средство на свое тело и действительно проживать это в моменте. Сегодня я устраиваю себе такой день, точнее вечер, точнее пару часов, скорее всего. Я его назвала «СПА вечер у себя дома», потому что, кто не знал, слово «СПА» расшифровывается как «САЛЮС ПАР АКУМ», что означает «удовольствие от воды». А вода у нас у всех есть дома, я более чем уверена. И совсем не обязательно идти в салон, чтобы получить 33 удовольствия. Я вам сегодня это докажу, потому что я буду очень много говорить про свои уходовые процедуры и, мне кажется, сделаю программу максимум того, что можно вообще сделать со своим телом, волосами, кожей лица, даже зубами. Я вас приглашаю либо присоединяться, либо просто вдохновиться и как-нибудь, когда в вашем графике будет свободный день, вечер или тоже полтора часа хотя бы, выделить для себя такое время. И маленькая такая пометочка. У кого есть дети, постарайтесь выделить такое время именно в одиночестве, когда дома никого нет. Отправьте детей погулять с мужем или с бабушкой. В общем, как-то организуйте себе это время, чтобы вы даже не думали, что за дверью ванны вас ждет снова какая-то рутина, привычные дела, быт. И представьте, что вы действительно оказываетесь на мгновение на каком-то необитаемом острове, где есть только забота и любовь к себе. Окунитесь прямо в это чувство, потому что, я вас уверяю, этот ресурс, который вы получите за несколько часов, да может быть, это даже меньше, стоит того. Вы намного больше сможете отдать своим домашним, будучи расслабленной, довольной, замасленной. Ну, в общем, давайте начинать. Я подготовила небольшой списочек того, что нам может понадобиться. И это не только уходовые средства, но еще и то, что создает атмосферу, потому что мы будем воздействовать на все органы чувств, на то, что мы видим, на то, что мы слышим, на то, что мы чувствуем, какие запахи. Поэтому завариваем любимый чай, если есть, то травяной. Нарезаем фрукты, берем ванну свечи благопония или аромопалочки, бомбочки, соль и пену для ванны, щетку для сухого массажа, весь ваш запас уходовых средств для каждой части тела и ваше самое любимое нижнее белье. Единственное, что я сделала до того, как начала снимать это видео, я нанесла кокосовое масло на кончики своих волос, потому что так я делаю всегда, когда хочу, чтобы после мытья моих волос волосы стали более мягкими, легче расчесывались, кончики уложились. Я буду набирать ванну, и пока она наполняется, мы с вами сделаем массаж сухой щеткой, чтобы разогнать лимфу, избавиться от мертвых клеточек, улучшить циркуляцию крови. Самое главное правило в массаже щеткой – делать его на сухую, перед душем. Не пугайтесь, если вниз полетят разные шелушинки, будто пепел, такое может быть, но как результат мы получим гладкую нежную кожу. Омертвевшие клетки удалены, кровообращение улучшено, отеки слиты. Двигаемся по направлению лимфы. Я вставила картинку, где стрелочками наглядно понятно, какие движения необходимо совершать. Мы с вами двигаемся дальше, я стала еще на шаг ближе к этой потрясающей ванне, уже мечтаю туда занырнуть, но сначала уход за волосами. Я, по-моему, ни разу еще не рассказывала, что с моими волосами произошло после Африки. Видите вот эти вот кусочки? Вот моя длина, и вот один участок, он находится здесь, там прям целый клочок. Вот так у меня обломились мои волосы. Видимо, экватор, дико палящее солнце, неважно, что я постоянно была в головном уборе, каким-то образом я сожгла свои волосы. И вообще, как только я приехала, у меня с волосами была какая-то страшная ситуация. Если их просто вот прочесать, могло очень много волос выпасть, во-первых. А во-вторых, они все были какие-то будто с открытыми чешуйками, будто очень вот такие все. То есть вообще про гладкость их былую я забыла моментально. Поэтому, приехав из отпуска, я сразу же пошла на восстановительные процедуры в салоне. Мы там делали суперпитательные маски. В качестве домашнего ухода я использую Деркос Аминоксил. Это аптечные ампулы с доказанной эффективностью. У меня сегодня шестой день. Тут такая удобная насадочка, мы сейчас с вами провернем одно дельце. Вообще, вся эта гамма у Виши направлена именно против выпадения волос. То есть причины могут быть абсолютно разными. У кого-то после родов выпадают волосы, во время стресса, просто из-за осеннего перехода витаминоза. У меня именно от корней волосы сейчас редко опадают. Но в любом случае, вот эта травма волос, повреждение их структуры, а значит более ломкие волосы, а значит, когда ты расчесываешь все равно, много волос выпадает, точнее больше, чем обычно. Больше, чем когда волосы абсолютно здоровы. Поэтому для меня эта гамма супер подходит. Но у меня, как я посчитала, умеренное выпадение. Поэтому я использую всего одну ампулу в день. И круто, что после нее не надо сразу же мыть волосы. Потому что я, например, волосы мою раз в 4 дня. Я бы вообще не хотела мыть шампунем после вот этой сыворотки специально. И, собственно, все. Мы ничего не снимаем. Вот этот аппликатор не трогаем, ничего не вскрываем. Просто я надела крышечку, переворачиваю ампулу. И вот на эту мембрану нужно нажать, чтобы средство пошло. О, сразу на волосы. Это можно делать, конечно. И зигзагообразными движениями. Сейчас я эти капельки тоже нанесу, чтобы они не потерялись. Вот так вот. Очень быстро. Прямо по корням проходясь. Остатки я на затыльную часть просто наношу. Вот этот колпачок нужно промыть хорошо до следующего использования. Вот эта штучка выбрасывается. Я ампулу использую в комплекте с шампунем, с кондиционерами из этой же гаммы, чтобы наверняка... Но вообще это средство номер один, которое трихологи советуют своим пациентам, пациенткам, которые приходят с проблемой выпадения волос. Если что, все средства гипоаллергенные, протестированы дерматологом и подходят для чувствительной кожи. Водичка в ванной уже остыла до нужной мне температуры. Я сейчас туда закину соль. И начинается, наверное, самое интересное. Достаем наши бомбочки для ванны, соль и пену. Я обожаю Эпсом соль, потому что помимо тотального расслабления мышц, снятия отеков и выхода токсинов, магниевые ванны вызывают целую цепочку процессов на химическом уровне, в результате которых нервная система расслабляется, а организм становится более устойчивым к стрессу. Мы зажигаем свечи и благовония, запасаемся фруктами, чаем и гасим свет в ванной. Когда я лежу в ванне, я ни о чем не думаю. Не вспоминаю прошлого, не мечтаю о будущем. Я целиком и полностью стараюсь сконцентрироваться на своих ощущениях в теле и просто дышу. Такого рода медитация очень наполняет и восстанавливает. Находясь прямо в ванной, можно сделать скраб на все тело. Мой любимый кофейный, у него среднего размера частички, поэтому отшелушивает он великолепно. А какой стоит аромат! И помните, я говорила приготовить все кремы, маски и масла, что у вас есть? Пришло их время. Сейчас мы позаботимся о каждой части нашего тела от пяточек до бровей. Я использую экспресс-сыворотку по уходу за кожей стоп, хотя с этой задачей может справиться и обычный жирный крем. Наденьте носочки или тапочки, чтобы ваши ножки оставались в тепле. Кожа лица. Умываемся с любимым гелем или пенкой, наносим тоник. И, конечно, питательная маска как логическое завершение. Порадуй себя, надев самое любимое нижнее белье. Да, никто не увидит и не оценит. Хотя, подождите, а как же та, которая смотрит на тебя прямо сейчас в отражении зеркала? Разве не это самый важный человек в твоей жизни, который в первую очередь заслуживает твоего внимания? Скажи своему телу спасибо. Скажи, что любишь его, нанося масло или крем с особым трепетом. У меня прямо сейчас идет, дайте выговорить, реминерализирующая терапия перед отбеливанием зубов. Это значит, что скоро я пойду в клинику на отбеливание и сейчас у меня такая домашняя подготовка. Я использую тусмус, он отличается от уникальной формулы с биодоступным кальцием и фосфором, которые необходимы для поддержания минерального баланса зубной эмали. Кстати, им можно пользоваться не только в качестве подготовки перед отбеливанием, но и, например, для профилактики развития кариеса тоже. Завершаем наши бьюти-процедуры нанесения масла на губы и на брови. Будет здорово, если вы сможете уделять себе такое время хотя бы раз в две недели с полным погружением и вниманием к каждой клеточке своего тела. Ну, а мы с вами увидимся совсем скоро. И помните, что красота начинается изнутри. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok